Всем привет, дорогие зрители. Канал Папа Юсуф. Радушка. Мест канал Turkish People. Моя любимая жена. Меня зовут Елена. Канал Turkish People. Мой любимый муж Юсуф. Юсуф тут решил придумать канал на турецком языке. Вы давно уже ему говорили, писали. Вот ты плохо говоришь по-русски, давай снимай на турецком. Он решил попробовать. Дорогие зрители, на этот турецкий канал, который по-русски, когда разговариваешь, либо по-русски так показываешь, это конкретно что-то не показываю, это чувствую, это я видел. Когда канал, короче, по-турецки, турецкий, который настоящий характер, с кем ты шутишь, с кем ты разговариваешь, наши очень много, турки тоже смотрят у нас там, которые Казахстан, Кыргызистан, Узбекистан, Россия, которые очень много настоящих турецких разговаривающих, народ есть, говорящих, народ есть. Они, короче, говорят там, Юсуф, давай по-турецки говори, мы скучаем турецкий язык. Так, русский тоже начал, последний момент рассказывает, который, хотим турецкий слово отслушать, Юсуф, давайте... Тебе даже говорят, что на турецком ты немножко о другом разговариваешь, у тебя даже голос звучит иначе. Друзья, канал Папа Юсуф тоже продолжает, это там однозначно, но у меня сейчас в последний момент работам, работам, которые немножко побольше время осталось, я так переводил во второй канал, турецкий канал, пока данный момент, выкладываю туда свадьбу, которая шутка, пути, мою, которая родина, туда деревню, которую вы еще не видели. И что там есть так несколько человек, которые комедии, как комедии, что значит? Человек там, психологический проблем есть, но одно деревне его сохраняют, деревня его кормит, деньги дают, даривают, там что-то, что-то, что-то. Но в таком люди есть, интересно очень. Деревня, там последние новые каналы я выкладывал, видео, очень много народу интересовались, так смотрел. Я благодарю такую народу, конечно, там полностью деревню, его так поддерживают, не представляете. Так загладывайте канал, посмотрите, не забывайте подписываться в канал, подписывайтесь, поставьте лайк. Еще там показывайте вашим друзьям, которые новый канал, свежий канал, друзья. У меня был Gmail, который уже сколько-сколько лет, на его сверху, который я... Переименовал. Да, я начал делать. Причем название это не окончательное. Вот ты расскажи, что оно значит. Гурбет Тренинг, канал называется, друзья, Гурбет. Гурбет, что и значит. Кто-то идет в ту же страну, живет, там скучают. Своя страна, которая ту же страна называется Гурбет у нас. Есть по-русски такое? Ну, за границей. Ты сейчас Гурбет. Ты сейчас Гурбет. Я за границей живу, да. Да, за границей, значит, это туристическое слово, это называется Гурбет. Ты сейчас живешь на Гурбет. Вот. Я живу в Гурбет, потому что здесь не моя родина. Моя родина Афьон, Эмирда. Вот я тоже живу в родине, не родина, Гурбет. Вы тоже живете в Гурбет. Короче, у нас все общие, общие места Гурбет, друзья. Гурбет, что это значит, я вам объяснил. Гурбет Тренинг, Тренинг, обычный Тренинг. Гурбет Тренинг, короче, каждый человек... Перед это поезд. Каждый человек туда сидит, и сегодня, где хлеб зарабатывает, там живут. Там живут. У нас есть туристическое слово. Нерда додун дин, нерда дойдун дин. Что ты понимал? Ну, где ты родился, где ты... Не важно, где ты родился, где ты у тебя кормить. Это важно. Вот. Сытый. Сытый, дойдун, дойдун нер. По-турецким словам, короче, кто-то может еще выучить по-турецкий язык. Кто-то так целый день мужа ждет дома. Можно так канал смотреть. Поймет туда так несколько слов по-турецки. Я потому что очень... Как объясняю? Старым словом по-турецки рассказываю. Разговариваю. Очень много моих по-турецки акцентов внутри есть. Очень много старых туристских слов. Иногда, короче, я когда поеду магазин купить, да? Эльбисы. Эльбисы что? Платье. Платье. Одежда, платье, эльбисы. Я говорю, что? Эсфаб. Народ говорит, что-что? Эсфаб. Говорят, какой век ты живешь? Я говорю. Сегодняшний век. Иногда шучу. Конечно, я знаю. Я знаю очень много чего. Еще там очень много кухонных вопросов стоят. Кухонных, которые еду. Раньше там был кешкейк, был оймач, был. Которые раньше детские времена. Представляешь это? Еще не попробовал даже. Еще был. Кому-то зуд не было там. Ты знаешь, это там ювка у нас. Ювка. Хлеба, короче, его варят. Варят внутри. Мука добавляют. Оймак это получается. Кому-то зуб нет. Вот это едет. Оймак это называется. Не знаешь, да? Нет. У меня зубы есть. Сейчас, конечно, век поменялись. Сейчас там импланты. Чак, 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 чак. Тебе зуб дадут. Раньше зуб был, что ли? Раньше очень много чего было, дорогие зрители. Это я буду по-турецки рассказывать вам. По-турецки так, что... Анекдоты турецкие будешь рассказывать? Ммм? Анекдоты будешь рассказывать? Да, конечно, конечно. Шутка. Анекдоты еще мое, которые... Когда я жил в Европе. Это очень важно. В России. Которые, что я видел. Как привлекал. Как ты туда уехал. Как ты... Как я туда там зарабатывал. Я там все буду объяснить. Короче, свое мнение тоже буду рассказывать. Которые кто-то собирается ехать в Россию и Европу. То есть жить. По-турецки тоже буду рассказывать, друзья. Не только так просто. Комедии. Еду снимаю. На улице снимаю. Нет. Короче, у меня там опыт какая, вы знаете? Опыт. Я 41 года, но я как себя чувствую 80 лет. Такой опытный человек, 100 лет. Честно говорю. Такой возраст, человек сколько страны жил. Сколько там места работал. Сколько профессий поменял. Сколько профессий работал. Не просто так семья, так держит, мадам. И еще там особо кто-то говорит там. Почему свою жена рассказываешь, мадам? Я знаю почему. Почему? Ну, мадам. Уважительно. Я ж не мадемуазель. Короче, я в России, когда последний супермаркет работал. Моя управляющая была Юля. Юля, я не говорил Юля. Потому что она старше была, чем меня. У меня действительно был, говорят Юля. В России там все друг с другом имя рассказывают. Я в мистеманский режим растел. Можно было по имени-отчеству. Отчество тоже, но отчество, которое попал. Совсем другое имя был. Совсем другое имя там. Хуритить не могу. Серьезно? Не могу всплыгивать. Да. Всех говорит Юля, Юля. Я ее говорю. Мадам. Мадам. Это уважательно. Мадам. По-французски. Уважательно. Мадемуазель. Мадам. Она мне говорит. Почему ты мне рассказываешь, мадам? Я говорит. В вашем, которое отчество, говорить не могу. Тогда говори. Юля, расскажи. Я говорю. Ты старше, чем меня. Я не могу. Стыдно. Она говорит. Тогда хорошо. Продолжай. Мадам. Я мадам. Говорят. У нас там собирание было. В общем, кого он уважает, он так называет. У нас детское время, друзья, к старшим народу, даже к старшим сестрам Абла. Я иногда говорю Абла на улицу, который там базар, когда ежует, я так спрашиваю. Каждый человек другой у меня язык. Кто-то базар работает, базаром, который там разбирают. Они из деревни приедут. Деревня, короче, слово Абла, не Абла. Абла. В большом городе Абла. Деревня старший брат Абей. И здесь Аби. Который Хала есть, Биби есть. Биби старое слово, короче, Хала. Брат, папа и сестра Хала. Ну, для детям, вот, твои сестры, нашим детям Хала, они все называют. Хала. Раньше мы говорили Биби. Вот, Тейзи, Тейзи. Это так не поменяется, но в большом городе никого Тейзи не сможет говорить. Они говорят, ты старый, не я старый. Я не твой Тоти. Вот так он дала. Дорогие зрители, много чего вы найдете. Короче, канал Папа Юсуф и Гурбет Тириний канал. В каждые два канала много чего, отдельное видео будете. А я ему предлагала назвать по-другому. Что? Ну, как-нибудь, ну, связанный, не знаю, с тобой, с Юсуфом. Это такое. Посмотрим, посмотрим, будешь, и что будет показать. Посмотрим, что будет, дорогие зрители. Тебя просто Юсуф уже знают. Напиши, Юсуф. И твои фотографии даже появляются. Я понимаю, но Юсуф тоже очень много есть. Папа Юсуф. По-турецки папа нет. Баба. Баба есть. Там сколько канал есть такой? Баба Юсуф есть? Баба Юсуф тоже много канал есть. Самое интересное, напиши, Баба Юсуф, твой канал покажется. Возможно, возможно. Можешь поменять имя, будущее. Вы все равно подписывайтесь на канал. И, конечно, у нас там канал Turkish People тоже продолжает, друзья. У нас там Андрей тоже себя, Андрей Джим. Короче, его совсем другой мир. Ну, он такой Андрюха, не знаю. Я ему говорю, почему видео не снимаешь? Ну, то ему не хочется, то ему некогда, то у него новая информация, то еще что-то. Сейчас он такой во время жизни, который 18 лет, сейчас он право получает. Сейчас он на его, который школа начал. Там дурном его голова сейчас. И ты все понять. Ну, я вот, беру, у меня тоже это постоянный дурдон есть. Но я все четко делаю правила по расписанию. Ты взрослый уже. Он молодой, его себе надо время. Понять надо. Ну, пока идет из дома спортзал, уже можно наговорить. Из спортзал идет дальше еще. Вот садится в машину на вождение. Может еще рассказать. Он тоже, как я, хочется всегда качественное видео снимать. Просто ерунда нет. Грубо говоря. Вот корень беларусь спорит до конца. Я просто пытаюсь вам сказать, что вот можно так. Короче, я в деревню приехал, друзья. Очень много народ писал, спросил. Юсуф, ты говорил секретно, что ты привезли подарок жена. Сам приехал, а за живой, здоровый, слава богу. Что я должна, друзья? Мешок картошку. Не видите? Вот ты, не, мешок картошки правда привезли. Прям вот я не знаю, на споре что ли. Мешок картошка привезли. Большой, вот такой огромный. Вот сам будешь готовить. Кстати, я теперь скажу, идеи есть. Хорошо, готовим. Сейчас тема не эта. Короче, подарки привезли своей любимой жене. Короче, мешок картошка. 20 килограммовый. Такой чисто, хороший, желтый, внутри вкусный. Вот такой картошка привезли. Ее позвоню, Елена, тебе что-то надо, что ты желаешь здесь. Она говорит, ничего. Короче, в золотой магазин я ходил. Ее позвоню, Елена, это хочешь? Нет. Это хочешь, Елена? Нет. Это хочешь, нет. Это хочешь, нет. Она ничего не хочет. Зачем мне восьмые сережки? Или вот я одну цепочку ношу, которая мне удобна. У меня еще три лежат там. Хотел еще один такой же купить? Да, два, еще три, десять ходить. Это я просто снять уже не могу. Хотел еще один купить? Она говорит, нет, не надо. Я сказал, выключай телефон, выключай. Ну, я не считаю, вот как бы вот, вот купить и положить. Ради чего? Не знаю. Ради будущего. Какого будущего? Я же это не продам, не обменяю ничего. Не дай бог, чтобы мы дошли до такого состояния, чтобы мы золото обменивали. Зачем? А что, будешь там новая квартира покупаешь? Деньги не ухатает. Вот сразу поменяешь квартиру покупаешь. Потом зарабатываешь обратно, новая деваешь. Очень просто. Глупости, уже кому старые нужны? Потом не говори, муж меня не купил. Не хватает. Хорошо. Ну, дочка купила, она радуется. На ее взорота много, просто так она рассказывает, друзья. Я ее вовремя купил, там, в Истанбул, когда мы переехали, туда купил много. Каждый раз раньше, в которой мы в России жили, каждый раз я в деревне ездила, туда купил. Кольца в два ряда надену и вот так попаду. Я, знаете, когда на турецкую свадьбу, если идем, мы в какое-то приличное место, я тогда достаю и вот так же обвешиваюсь. Да, у меня нету цепочки с большим круглым кулоном. Ну, тогда раньше не было такой моды. Хочешь? Да это раньше моды такой не было. Это сейчас последнее времени моды, глупости это. А, сейчас это корова. Да, да. Вот это, одевают один раз. Груша похожа, друзья. Вот такая груша похожа. Груша. Вот это очень популярно. Такое тяжелое золото, которое очень любит. На большой цепочке, вот большой круглый там, вот что-то такое. Короче, богатство показывает. Она не любит цветок показывать. Я тоже. Поэтому я не купил, но сколько денег туда потратить, это нет, не надо. Я вон тот большой перстень, помнишь, который у меня с голубыми камнями надевала. Знаешь, что люди увидели, обсуждали, что зачем мы бижутерию нашу? Это золото, а не бижутерия. Вот просто иногда достаю по цвету вот такого. Есть ее, много чего, друзья, потому что здесь каждый день море идет. Море потеряет запросто. О, любимое колечко. Вот. Оно снимается. Я почему не надеваю? Пальцы толстые. Я не привыкла первых, друзья. Вот в таком я не могу. Я не могу. У меня есть большой вот такой толстый есть. Золото. У тебя и такое есть. У нас комплект одинаковый. Да, также есть. Я не могу это надевать. Потому что я чаще, который почищаю лицо, голова туда-сюда. На него очень острое лево-право. Ты когда еще работал с тестом, застрянет, в том есть что-нибудь такое, когда я... Потеряю. Потеряю. Сто процент потеряю. Потому что я не такой человек, когда работа, пойду стройку, поменяю одежду, давай я так по другому одеждам работаю. Это я нет. Сразу работа есть, работа есть. Бегу. А что есть с тобой, неважно. Я такой человек. Ну, а я потом ругаюсь. Да. С женой она до утра почищает. А, блин, ай, где я был? И ругаюсь. Да. Поэтому, дорогие зрители, но тема. Ушли. Да, ушли куда-то. Дорогие зрители, турецкий канал есть. Зазывается Гурбек Тирени. Вот пока загладывайте, посмотрите по-турецким. Так очень много раз я пошутил туда на пути, купил много чего, который там в деревню ездил. Музыка ваша, которая оттуда. Национальная музыка есть, которая нашим именемер, да. Именно туда. Да, авторские права на нее даже не приезжают от Ютуба, она нигде не зарегистрирована. Короче, машины музык включил, телефон поставил, там пути снимал, там свободное место снимал, которые там в деревне снимал. Конечно, там машину, друзья, машину. Конечно, в таком моем детском времени осталось такой деревни, но что есть. Посмотрите, нашим туда, какое богатство из Европы народ, какой дом строили. Не представляете, дорогие зрители, такой город, человек, триплекс виллой, строили. 300 тысяч евро туда потратил. Год один раз приезжают за две недели, туда живут, две недели в море живут, уезжают. Не представляете, такой сколком, который... Друг перед другом хвалятся. Который так, да, народ одно делал, другой тоже туда видел делал, другой туда видел делал, другой туда видел делал. Представляете, туда какая дурдом. Не представляете, сколько миллион евро лежит туда деревня, не представляете. Просто так. Просто так. Никто не придумал вот такой маленький дом в деревне, у меня там две недели. Зачем такой огромный? Никто не придумал это. Всех показывал себя, богатство, всех так друг друга показать себя, сколько лет заработка потратил маленькие деревни за ерунда дом. Очень много. А внутри-то какие они богатые, мы ходили сколько? Но я не против пла, который свою землю сверху, маленький дом такой строит. Остальные деньги, что-то бизнес открыть туда, да? Что-то делать. Либо 10-15 человек одно место переехать, который всех деньги вложит, там общий бизнес, что-то можно было делать. Свой город было бы хорошо, свой город, народу было бы хорошо, у тебя было бы хорошо. Который всех сдавал деньги за ерунда дом, за ерунда золота, за ерунда машину, за ерунда, который там соль, за ерунда. Честно говоря, они приезжают две недели, потратят 5000 евро, 5000 евро, за что? Потому что на этом дом посмотреть не просто так, постоянный ремонт надо туда, зима очень крепче у нас. 100% сломают куда-то сюда, что-то, и еще там сколько гостей приезжают туда, гостей надо кормить, а что-то дарить, что-то привезти, отвезти. Две недели минимум, говорю, 5000 евро потратят они. Я говорю, если 5000 евро, отель приехал бы, сколько не потратил бы. То же самое, можно, я тебе тоже 5000 евро потратить, две недели, нормально. Думаешь, считаешь? Конечно. Сейчас цены по-вырослению, я имею в виду хорошие люксовые отели. Хорошие люксовые, кирплекс вилла есть туда, какой? Вилла, твой отель тужой. Не правда, в отеле тебя кормят, развлекают, и все есть. Ты ничего не делаешь. Там тоже кормят, развлекают. Кто? Жена, которая там работала и тут пришла? Нет, сверх кровь, то еще. Там же никто не живет. Что еще? Там никто не живет, пустые дома стоят, не приезжают, открывают окна. Это потом обсуждаем с тобой, потом обсуждаем. Каждый человек свой вкус, это все понятно. Это не отпуск получается, там впахиваешь, тут приезжаешь. Они больше устают, уезжают, огромный дом, уборку делят не просто так. Ни зачем это было нужно? Если в деревне другой женщина приглашаешь, уборка туда-сюда, они дома что-то минус негатив пидят, там все, в полной деревне слушают. Никто друг друга так не выпускает в таком клининге, который чистить. Вот сам себя делят, неделю уборку делят, неделю кормят на свидание. Все. Вот так он дала, друзья. Конечно, у меня будет много мнений. Люблю вас. Всем пока. Под видео есть ссылка на новый канал, друзья. Под видео есть ссылка на новый канал. Так, все. Пока. Увидимся. Люблю вас. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok